Центральный парк культуры и отдыха ждут перемены. То, какие именно с жителями обсудили на второй встрече так называемого соучаствующего проектирования. Это значит, что команда архитекторов и строителей разрабатывает проект с учетом предложений щелковцев. Участники встречи ознакомились с результатами социологического исследования, в котором приняли участие более 400 человек. Согласно ему, в парке жители хотят по максимуму сохранить зеленое насаждение, создать тихие зоны отдыха, обустроить современные детские и спортивные площадки. Мы выделили какие-то ценности общегородские, не только самого парка. Они очень хорошо отражены в вашем гербе от 1975 года. Это гордость за жителей, гордость за то, что они производят. И немножечко про сам парк изучили, посмотрели. Нас очень впечатлило, что парк в целом был создан руками жителям. Первые деревья сажались здесь. По проекту запланировано благоустройство не только парка, но и территории на противоположном берегу протяженностью 600 метров. Мы подготовили специальные наклейки и карты для того, чтобы совместно с горожанами определить, что необходимо и в каком именно месте распределить, расположить в центральном парке города Щелково. Встреча прошла достаточно активно. У нас есть большое количество теперь материалов. Спасибо всем неравнодушным. И всегда можно отдельно в чате парка связаться и предложить какие-то свои дополнительные пожелания. Информацию о новых встречах по вопросу благоустройства парка вы можете найти, перейдя по QR-коду, который видите на экране. Евгения Корытько, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.